Продолжение следует... Когда вечерняя жизнь баров и ресторанов плавно перетекают в ночную и заканчиваются на рассвете следующего дня. Спать под звуки, гремящей музыки и уличного шума стало просто невыносимо. К тому же полиция отмечает растущую агрессивность и преступность, связанную именно с длительной работой питейных заведений. Особенно в этом отличается улица Суркарья, где находятся бары Шутерс и Нимета. На основе жалоб жителей этого района столичные власти решили ограничить их время работы. Однако предварительно обратились к Министерству экономики и коммуникаций с целью изменения закона, дающего на это право местному самоуправлению. И для того, чтобы эту ситуацию изменить, мы обратились в Министерство экономики и коммуникаций с просьбой дать возможность местному самоуправлению применять на территории местного самоуправления ограничения на деятельность ночных клубов. Ночных клубов, выселительных заведений, ресторанов, стриптиз-баров и всего прочего. То есть, как бы, в принципе, организовывать жизнь на территории города. На что Министерство экономики и коммуникаций ответило, что это делать не имеет смысла, так как у местного самоуправления и так достаточно полномочий. Одним словом, наше либеральное правительство, как всегда, встало на защиту интересов предпринимателей, а не жителей. Столичные власти отдают себе отчет в том, что имеются юридические схемы, позволяющие обойти решения на местном уровне. Владельцам бара достаточно зарегистрировать по тому же адресу «Паевое товарищество» под другим названием, для которого ограничения действовать не будут. Однако Кисклиновская управа Таллина без намерения покушаться на свободу предпринимательства все же приняла решение ограничить по времени работу двух особо шумных пятийно-развлекательных точек. Если «Шутерс» до сих пор работал в пятницу и субботу до шести утра, а «Нимита» до пяти утра, то, согласно предписанию, их деятельность должна будет заканчиваться к часу ночи. Предписание будет передано на следующей неделе и вступит в силу в феврале. Эти меры, несомненно, одобрят жители шумные улицы, но предприниматели могут расценить его как ограничение коммерческой деятельности. Ведь львиную долю доходов они получают как раз далеко за полночь. Да и такие ограничения могут создать прецедент по всей Эстонии, ведь подобные шумные заведения есть и в других регионах страны. Наталья Малюс, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.